На счету каждая закрытая мишень и каждая секунда. Юные биатлонисты обсуждают свои результаты после финиша. Там должно было попасть три спичи точно. Может неправильно винтовку положила. Там три спичи точно. Сережа вообще. 23 команды от архангельских школ борются за звание лучших. Среди спортсменов как любителей, так и те, кто с винтовкой и лыжами уже давно на «ты». Погодные условия привычные. Я обычно в таких и бегу. Снегопад это для меня, так скажем, не проблема. Ребят я вытащил. Ребята молодцы. Пробежал я легко. Ребятам было сложно. Ребята молодцы. Им благодарен. Биатлонные соревнования на стадионе центра «Архангел» посвящены памяти бойцов 9-го лыжного батальона «Архангельска». Они погибли во время Советско-финской войны. В сражениях между северными странами бойцы-лыжники воевали с обеих сторон конфликта. Добиться победы в биатлоне, как и в реальных боевых условиях, можно только за счет слаженных командных действий. Стартует команда, а на финише зачет по последнему. То есть здесь работает команда, а не каждый в отдельности. Штрафные круги мы здесь не, как сейчас в биатлоне, штрафной круг за промах. Мы возродили тоже, как раньше было, штрафное время. За промах 5 секунд. В старшей возрастной группе на финише самыми быстрыми и точными оказались спортсмены из 77-й школы. А в младшей группе победили ученики из 36-й. Соревнования на базе центра «Архангел» проходят регулярно, и условия для их проведения постоянно совершенствуются. Есть где обогреться, есть чем заняться, лыжи дополнительно. Сейчас достраиваем лыжную базу. Это будет двухэтажное помещение, в котором будет находиться судейская коллегия, и в принципе могут находиться руководители команд спортивных. Впрочем, покорять лыжную и биатлонную трассу центра «Архангел» могут не только дети. Стадион открыт для посещения всех желающих. Михаил Меньшенин, Евгений Зыков, Регион 29.